Всем привет, с вами Катя и добро пожаловать на мой канал. Сегодня в этом видео хочу с вами поделиться своими обновками из одежды. И на самом деле сейчас мне кажется у меня столько новой одежды, потому что я после беременности вернулась в свою форму и достала все свои весенние и летние платья. Их так много, и вот просто даже мне ничего больше не нужно, мне кажется у меня столько новых платьев, столько новых юбок, и это просто счастье. Но тем не менее, кое-что я покупала, пока еще не совсем вернулась в свою форму, пока у меня еще был животик. Кое-что я покупала именно на зиму, того, что я давно хотела, чего у меня не было. Ну и вот давайте начну с того, что сейчас на мне. Это вот как раз в той категории платьев, каких у меня не было, такой немножко утепленный вариант. Несмотря на то, что здесь 95% полиэстера и 5% эластана, оно очень приятное к телу, достаточно комфортное, тянется. Поэтому, когда у меня еще был животик, в принципе, можно было его носить. И за счет того, что оно не однотонное, а такой вот у него принт, узор, то не очень было видно, что вот этот выпирающий животик. Приятное, комфортное, не жаркое и в то же время такое тепленькое. Очень комфортная длина, не короткая, не длинная, то есть прям классно. Еще мне очень нравится в нем вырез, посмотрите, он такой немножко широкий, классно, когда волосы убраны. Ну, действительно, смотрится необычно и интересно. Это размер 36, то есть 40-42, российский, эско и фирма эта отжи. Заказывала его на Ламоде. Я, кстати, открыла для себя этот сервис Ламода. Он очень удобный тем, что я заказываю сразу несколько вещей, допустим, там 10 каких-то позиций. Из этих 10 позиций я быстро все померила и отдала обратно то, что мне не подошло. Оставила себе только то, что подходит. Это реально очень удобно, особенно для молодой мамы, когда вот вроде как, ну, с ребенком с коляской особо не выйдешь куда-то по магазинам в примерочную. А здесь тебе все привезли. Ты бесплатно там, по-моему, 10 минут или 15 входит, чтобы ты все померил и, в общем-то, взял, что именно тебе подходит. Так что классно, вот такой вот очень удобный сервис. Следующее платье вот такое вот. Это тоже отжи, тоже сломоды. И это у меня EXS 34 размер, то есть 40 российский. И вот такое платье у меня когда-то давно было. Такое немножко утепленное зимнее. Но оно уже вышло из строя, поэтому решила обновить. Оно абсолютно приталенное тоже и с рукавом 3 четверти. Отличный вариант просто на зиму. Но вот именно на такую вот, на нашу европейскую зиму, во всяком случае, в Москве этой зимой холода были, наверное, в совокупности дней 10. Ну, может быть, 2 недели это максимум. В остальные дни, в принципе, это вполне себе европейская зима. И пойти куда-то в торговый центр, в кафешку, одеть под куртку или под пальто вот такое платье самое то. То есть с коротким рукавом прохладно, с длинным вроде как жарко. Так что вот такое вот платьице, классный очень принт, такой вот тоже зимний, снежинки. Классное, оно приталенное, и несмотря на то, что у него горизонтальные полоски смотрятся, оно здорово. Фигуру делают очень такой точеной, стройненькой, худенькой. И что очень здорово, здесь 35% вискоз, то есть 65% полиэстера и 35% вискоза. За счет вот этой нити вискоза, оно очень-очень мягкое, просто безумно приятное к телу. Смотрится классно, действительно, осталась я им очень довольна. Следующая вот такого вот потрясающего цвета юбка. Я ее заказывала сразу после того, как приехала из роддома, то есть был еще довольно-таки ощутимый животик, и она на резинке. То есть я вот именно искала такую юбку, которая вроде как бы и скрадывает животик, и которую я смогу носить и пока он у меня есть, и потом, когда его у меня не будет. И она действительно очень круто скрадывает животик за счет своей формы, то есть она вот такого вот А-образного силуэта со складочками, но классная. Это синтетика, конечно, 95% полиэстера и 5% оластан, но смотрится она просто мега круто. Очень модная длина миди, то есть она вот как раз почти до середины воли не идет, чуть-чуть повыше. Классная, очень женственная, очень модная длина, цвет просто обалденный. Вы наверняка уже видели, если подписаны на меня в Инстаграм, ВКонтакте. Я уже выкладывала осенью, в сентябре фотографии в этой юбке, первый раз в ней ходили гулять с коляской, с Максом. И, в общем-то, зимой я ее носила, и сейчас весна, я ее буду продолжать носить, потому что сейчас она мне тоже хорошо за счет резиночки, нигде ничего не давит. Она сидит идеально, вот чуть ниже талии, прямо вот она на бедра, идеально сейчас на мне садится. Следующая юбка тоже была куплена сразу же после родов. Она на замочке, но, тем не менее, тоже на меня очень хорошо села тогда и, в принципе, неплохо сидит сейчас. Такого ярко-горчичного цвета тоже очень классно. И что самое крутое, это то, что здесь 95% бискозы и 5% лайкры. То есть, чуть-чуть она такая, как вот золотистая нитка лайкры есть, и 95% бискозы, это, конечно, супер. Она очень приятная, классная, она такая тяжеленькая, толстая довольно-таки, то есть, в принципе, осенний, весенний, зимний вариант классная. Чуть выше колена, то есть, длина такая тоже классная, женственная, девичья, очень удобная, мне прям нравится эта юбочка. И у нее еще есть два кармашка, что тоже, в принципе, не может не радовать. А-образный силуэт, складочки, поэтому не видно, если там что-то лишнее на животе, на бочках, она классно все скрадывает. Следующая юбочка тоже сломоды, тоже марки ОДЖИ, вот такая вот классная весенняя. Обалденный цветочный принт на синем фоне, ну, смотрится просто шикарно, очень-очень по-весеннему, так ярко, празднично. Это размер эско. На самом деле, сейчас, когда живот уже практически полностью ушел, она мне немножко великовата. То есть, она именно вот в этом поясе мне стала великовата. Дальше она идет идеально, классная, потому что, ну, такой вот тоже А-образный силуэт, складочки. Но вот в поясе немножко великовата отходит, то есть, неплотно сидит на талии. Возможно, я ее как-то подумаю, может быть, ушью немножко, потому что юбка классная. Это 90% полиэстер, 10% эластан. Она вот, то есть, такая вот, знаете, ну, вот сейчас модная такая вот синтетическая ткань, как немножко прорезиненная. Но, тем не менее, в ней не жарко, в ней очень комфортно. Я в ней ходила на сальсотеку, данцевала, то есть, она классная, кружится в ней здорово. Здесь тоже есть два кармашка. Ну, здоровская весенняя юбочка. Единственное, вот, конечно, подумаю, что же делать с поясом. Жалко ее откладывать до следующей беременности. Хочется ее носить и носить, потому что надела я ее всего буквально пару раз. Еще одна покупка, тоже фирма ОДЖИ, размер XS, это вот такие вот обычные хлопковые шортики. Такие обычные, серые, я их заказывала именно как пижамные шортики, то есть, я в них сплю. Очень приятно, очень комфортно в них спать. Вот эта вот резиночка абсолютно не давит, длина очень комфортная. В принципе, я думаю, летом я их даже поношу на пляже, вот куда-то в них буду ездить. Ну, и последнее платье, которое я сегодня вам покажу, это вот такое вот летнее платье легкое с Алиэкспресс. У меня размер S, все в этом платье просто идеально. Расцветка мне очень подходит, такие цвета. Фасон мне очень нравится, то есть, приталенный и такая пышная юбочка. Легкая, нежаркая, приятная ткань, нигде не торчат нитки, хорошо сшида, подол ровный. Вот, все в нем прекрасно, но есть большое одно огромное, но оно мне маловато. Это размер S, надо все-таки заказывать размер M, потому что оно вот классно сидит в груди, все здорово, но вот эта вот линия талии, она выше, чем моя линия талии. Ну, это на самом деле со стороны видно и это вот так вот в принципе неудобно, некомфортно. Вообще дома ходить именно в качестве такого, ну, халатика домашнего платьица, я думаю, отлично. Особенно летом, когда жара, вообще просто супер. Но я думаю, что я такое же платье, прям в точно такой же расцветке закажу еще одно в размере M, потому что оно действительно классное, непрозрачное, летнее, легкое. Ну, вообще могу порекомендовать смело, платье классное, вот единственное, имейте в виду, если вы примерно моей комплекции, заказывайте размер M. Ну что, на этом у меня все, буду с вами прощаться, надеюсь, вам было интересно. Не забывайте ставить пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, и мы увидимся с вами в следующих роликах. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok